Добрый вечер! Уверен, так дорого бижутерию Елена еще не покупала. И хотят запретить продажу алкоголя в ночное время суток. Другими словами, теперь в столице не любить власть будут круглосуточно. Депутат от радикальной партии Злата Огневич сложила свои полномочия. Лично нам кажется, что сделать это нужно было уже давно, так как ни под понятие скотыняка, ни тем более под люка Злата не подходил. Виталий Кличко заявил, что в этом году закатал в асфальт больше миллиарда гривен. Пока непонятно, то ли это аллегория, то ли Виталий Владимирович нашел альтернативу банковской ячейке. Теперь об этом и другом более подробно. Генпрокуратура освободила находящуюся ранее под арестом Елену Лукаш. Представители ГПУ утверждают, что во время руководства Минюстом Лукаш незаконно присвоила около 2,5 миллионов гривен. В свое оправдание экс-чиновник заявила, что 2,5 миллиона по новому курсу – это не повод для задержания. Отметим, что первые подозрения прокуратура выдвинула Лукаш еще в июне. Однако, как оказалось, нет такой статьи, какая-то она подозрительная. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не обещал продать весь свой бизнес, а в частности Пятый канал. По мнению президента, не продавая его, он является гарантом свободы украинских СМИ. Видимо, не продавая Рошен, Петр Порошенко является гарантом правильных пропорций какао-бобов и орешков в конфетах «Белочка». Продолжим новостями столицы. Вопрос с проведением метро на Троещину увидел свет в конце тоннеля. Япония выделит 1,3 миллиарда долларов для строительства метро на Троещину. Удивительно, что живущим за 8 тысяч километров японцам проблема Троещины ближе, чем Министерство инфраструктуры Украины. Сообщается, что вагоны, которые будут курсировать на Троещину, будут в буквальном смысле напичканы японскими технологиями. Ну, по крайней мере, первые несколько дней. Министерство финансов Японии уже подтвердило эти намерения, прислав в КГГА официальное хокку. С треском лопнул кувшин. Ночью вода в нем замерзла. Пора метро строить. Продолжит программу «Чисто Ньюз» наш специальный корреспондент, имеющий непосредственное отношение к району Троещина, Евгений Кашевой. Наша постоянная рубрика «Род народа». А ну. Всем привет, вас зовут Жека. Короче, вас. Вчера в Верховной Раде, вас. Принимали безвизовые законы, вас. Значит, за день надо было принять аж 10 штук, вас. Вы прикиньте, какой стресс, вас, получили депутаты, вас. За один день им нужно было принять законов больше, вас, чем за прошедшие два года, вас. Значит, голосование они начали только с пятого раза, вас. Это неудивительно, потому что с какого раза порубись мог выговорить фразу «усовершенствование института спецконфискации», с такого раза голосование и началось, вас. Я не знаю, как кто, вас, но оппозиционный блок стопудово голосовал за. Потому что в случае чего они первые, вас, будут валить за границу, вас. Вот. В общем, если все законы были приняты, вас, если завтра вы в окно увидите, как люди с сумками бегут в сторону Польши, вас, значит, они начали действовать, вас. Вас, я, конечно, безвизовый режим – это хорошо, вас. Но мне с моими доходами он не подходит, вас. Мне нужен еще безбилетный, вас, беззагранпаспортный, бесплатно жильный и жральный, вас, режим. Я еще говорю, почему только мы должны под них подстраиваться? У меня тоже к ним есть ряд, вас, предложений, вас. Значит, пусть в Германии, вас, в январе моются холодной водой. Ну, чтобы знали, что такое мэр-боксер, вас. Да. Значит, дальше. Во Франции, вас, возле каждого подъезда должна сидеть бабуля, которая будет говорить, кто из их подъезда, значит, ля путан, ля наркоман и ля алкаш, вас. И вообще, чтобы было удобнее мотаться людям в эту Европу, надо сделать маршрутки, вас. Лиссабон Троещина, вас. Ну, или Ницца Позняки, вас. Вот. Что касается моей Ксюхи, вас, то ей безвизовый режим подходит. Она мне говорит, слушай, значит, будем везде мотаться, вас, будем везде ездить, на достопримечательности смотреть. А ты мне скажите, вас, нахрена платить 500 евро, вас, вас, чтобы посмотреть на писающего мальчика. Я ей говорю, слушай, у меня в подъезде, вас, эти скульптуры на каждом этаже, вас. Причем и мальчики, вас, и мужики, и коты с собаками, вас. Вот. И вообще, вас, получается, что с безвизовым режимом не только мы к ним будем ездить, а еще и они к нам, вас, вас будут ездить. Мы увидим туманный Альбион, вас, и они увидят туманную бучу, вас. Мы увидим Милан, где родилась мода, а они увидят Житомир, где эта мода давно скопытилась, вас. Мы будем смотреть, как Месси играет на компнов, вас, а они, как Милевский, гасит в ночном клубе, вас. В общем, не знаю, как мы, а европейцы точно от этого безвизового режима пострадают. Потому что если один Яценюк столько бабла оттуда припер, вы прикиньте, сколько могут припереть 46 миллионов людей вас. С вами был Жек. Живите четко, вас, и не косячите. Петрович, давай по 50 за институт при... Институт... Наливай. Спасибо, Евгений. Мы продолжаем. Немного киевских новостей. В столице хотят запретить ночной алкоголь. Запретить продавать алкоголь после 11 вечера могут не только в киосках, но и в стационарных магазинах и супермаркетах. Исключение предлагают сделать только для баров и ресторанов. Так что скоро по всему Киеву можно будет увидеть вот такие рестораны. Больше всего этой новости обрадовались продавщицы ночных ларьков, ведь теперь они каждый вечер все чаще будут слышать красавица, солнышко и богиня. Ну, пожалуйста, только начало 12-го. Вообще, если закон в столице действительно вступит в силу, то за второй придется бежать в Борисполь. На днях в Днепровском районе столицы патрульные полицейские прибыли на вызов в кафе. Конфликт возник из-за того, что девушку выгнали из заведение за непристойное поведение. Хотя, как она говорит, она просто хотела потанцевать. Ребята, я пришла сегодня-сегодня просто потанцевать. Мне выгнали нахуй, побили. Если верить утверждению, что танец – это язык тела, то, видимо, у этой конкретной посетительницы кафе язык сильно заплетался. Подробнее об этом инциденте в отчете нашей пресс-службы. В этот вечер внимание патрульного экипажа 404 в районе гидропарка возле кафе привлекли странные танцевальные па и громкие нецензурные пи. Прибыв на место, патрульно установили, что одновременно был нарушен и общественный порядок, и координация движений скандалившей танцовщицы. Однако девушка утверждала, что она права, и утверждала, что данные действия нарушают первую статью танцевальной конституции, согласно которой выгнать за плохую хореографию имеет право только Влад Яма или зрители СМС-голосования. Позже к инциденту в ритме вальса присоединилась сестра данной девушки, которая, в отличие от нее, не так любит танцы, и поэтому трижды вежливо отказала на приглашение патрульного. Слышите? Отвали от меня! Еще раз я вас заберу сейчас в райотдел. Отвали от меня! Пообщавшись с сестрой, полицейские выяснили, что в этой талантливой семье ей больше по душе театр. А вы во мне нашли самую гадость! Почему вы нашли, не нашли? Которые они мне подлили глафелин! Ты не нашла! Ты не убила их! Ты их не прибила! Тебе нравится, да? Все, все, все. Далее сюжет развивался еще более драматично, но не по Антону Павловичу Чехову, ведь для этого не хватало еще третьей сестры. Однако вместо нее в кадре оперативного видео появился еще один помятый, извините, бальник в качестве подтанцовки. Позже сестры стали угрожать полицейским самым страшным образом и пригрозили позвать на место потасовки всю театрально-танцевальную династию. Я сейчас приучу своих родителей. Мне врать вам нечего! Ребята, меня оттуда выгнали! Патрульные объявили девушкам подозрение в нарушении статьи Кодекса медляков на гидропарке, согласно которому уже нельзя приглашать на белый танец, находясь в состоянии белой горячки. Выступление дуэта сестер полицейским пришлось прервать из-за ненормативной танцевальной лексики и, надев концертные наручники, отправить в отделение Днепровского района на вечернюю хореографию. В итоге девушкам грозит штраф и принудительная хореографическая постановка на учёт у психиатра и нарколога. На этом всё. С вами была пресс-служба «Чисто Ньюз» и напоследок танцуйте, но в меру. Спасибо генералу-полковнику Дашеньке. Мы и дальше будем следить за теми, кто следит за порядком. Продолжим новостями из-за рубежа. Жительница Кирова, недавно вернувшаяся из торпоездки с 17-летней дочерью, возмущена. Как заявляет женщина, её дочь забеременела, искупавшись в гостиничном бассейне. То есть теперь, помимо известного выражения «ветром надуло», появится ещё и в бассейне наплескало. Власти ДНР выпустили платёжные карточки. Официальный представитель МИД ДНР Константин Долгов сразу же похвастался в Фейсбуке. Получил зарплатную карточку и тут же снял в банкомате свою первую зарплату в МИД ДНР. Всё работает. Как видно из сообщения, даже руководство республики не доверяет этим карточкам, если предпочитает в первый же день снять всю зарплату. По понятным причинам ни одна платёжная система в мире эти карточки не воспринимает, так что пока их лучше всего использовать для игры на гитаре или чтобы нарисовать ровный прямоугольник. Помимо этого, данная карта бьёт козырный туз в любой карточной игре, а когда горит, очень прикольно капает на муравейник. Сейчас минутка поэзии в «Чисто Ньюз», и мы передаём слово нашему специальному корреспонденту Артёму. Всем привет! С вами я, Гагарин, Артём Гагарин. На прошлой неделе во всех кинотеатрах Украины стартовал долгожданный фильм «Спектр» — новое приключение агента 007. Мне посчастливилось побывать на допримерном показе, где я и сочинял стихи с нашими звёздами о Бонде, Джеймсе Бонде. Поехали! Давай представимся как Бон, Джеймс Бон, а ты? Я так не могу, у меня очень длинная фамилия. Ну тогда Синина, Ефра Синина, а? Да. Сумска, Ольга Сумска. Хи, хи, я Кише, Джеймс Кише. Не, не так. Андрей Кише. Ты Ше, Ки Ше. Пух, Винни Пух. О, или вот это чмо, кучмо. Простите, Леонид Данилов. Стишки. Я первые три строчки, а ты четвёртую приду. Ну смотри, Бон приличный с виду парень, носит только фраки. Ну а вы чё так оделись? Посмотрите повнимательнее, это всё фраки. Принимается. Боится получить посраки. Дураки закаки. Это сейчас как политический лозунг выглядит. Дураки закаки. Чё пытаешь в мазафаке? О, бля, бак, бак, бак. Водку смешивать с мартини любил агент 007. Ну а вы перед примерой приняли? Винца. Ну и хрен. По 47. Это что вы пьёте такое? 47 грамм риски. Нифига себе бармен ювелир. Магиун, стакан. А, сука. Сука. Всем известно, что Джеймс Бонн истинный британец. Ну а наш премьер-министр... Да, я знаю, на что ты меня провоцируешь. Ну а наш премьер-министр... Тоже где-то рядом. В 2047 году будет Пуарто-риканец. Думаешь, свалится так? Ну что? Ну я тогда тебе скажу по-другому. Ну а наш премьер-министр немножечко израильтянец. Израильтянец. Поэтому он будет не в Пуарто-рику, а... Ну пускай в Пуарто-риканец. Почему нет? Почему нет? Там и Панамец может быть запросто. Сегодня мы уже много придумали стихов о Бонде. Предлагаю придумать что-то о... Девушке Бонда. Весь парламент Украины с бонтовским душком. Кто бы спутницу сыграл? Королевская с бочком. А есть там, да? Кто бы спутницу сыграл... Будь он... Будь проклят. Ну это про верховную разу подходит, в принципе, да. Полным дураком. Ого! А, ляшком, точно! Нормально! С котыняка, вот такая, да. Какой-то депутат с брюшком. О, нормально! Подружку отшлепает плужком. Слушай, а ты опять рэп начинаешь. Да ты прекрати, у нас стихи. Про агента 007, фильм не оторваться. Ну а вы в кино идете, чтобы? Чтобы. Какаясь нецензурщина просится снова. Чтобы целоваться. Ну я про... Вы где сидите? Второй ряд, приходи. А, нет, ты не приходи. А ты второй ряд, это так называется. Я хочу, чтобы это шоу увидел весь зал. Новый кино идете, чтобы? Посмеяться. Чтобы виски взять, нажраться. О-о-о! Так, нормально будет. Я понимаю, наш человек. А не то, что Мартини, Мартини. Фу! А виски тут, кстати, надавали хорошие. А, да? Да. Друзья, я выдавлен с вами попрощаться. Пойду смотреть Бонда, Бонда. Один из туда, один из туда. А, туда. Бонда, фенобонда, фенобонда. Спасибо, спасибо. Спасибо, Артем. Мы продолжаем. Во время подготовки к каждому выпуску Чиста Ньюс мы просматриваем большой объем информации в сети и часто сталкиваемся с вещами, которые нас действительно поражают. Наша сегодняшняя подборка посвящена необычным товарам, которые можно увидеть на полках магазина с довольно странным названием «Магазин Чо». Видимо, для тех, кто любит интересоваться «Есть Чо». Увидев первую же вывеску в магазине, мы сразу поняли, почему он так называется. Вот. Вот Чо тут написано. Оказалось, что это не таблица для проверки зрения, просто, видимо, хозяин раньше был китайцем, и читать нужно сверху вниз. Куры-гриль, горячая выпечка. В хлебном отделе нам тоже попалось какое-то непонятное мычное изделие. Мы долго думали, что это. Булочка, что ли? Оказалось, да, действительно, это булочка, что ли? В мясном отделе также не без сюрпризов. Внимание. Сосиски аппетитные, птичьи. Надеемся, что это Х-Игрик, но даже в этом случае аппетит как-то пропадает сразу. Перейдя в кондитерский отдел, мы узнали, почему так долго не продается корпорация «Рошен». Внимание. Конфеты «Рошен корова-мушка». Состав свинина, говядина, вода, мел. Если наличие говядины в конфетах коровка еще можно как-то понять, то свинина и мел – это уже перебор. В магазине «Чо» есть еще и отдел трикотажа, который называется, внимание, «Чо там, брат? Чо там?» А там, брат, вот чо. Мужские трусы. Я более мужских трусов, если честно, никогда в жизни не видел. Если вот этот «Чо там, брат?» наденет такие трусы, то лично мне он больше не брат. Продолжит выпуск «Чисто Ньюз» наши специальные корреспонденты из Полтавы. Ребята, вам слово. Добрый вечер, студия! Гудивнин, студио! Вас вновь приветствует Полтава. Полтава welcomes you again. Дэн, чё ты на английском разговаришь? Because in Полтава сегодня отмечают «The Day of America». Вы знаете, мы задумались, почему в таком маленьком городе отмечают день целой страны. Все очень просто. Дело в том, что Полтава и Америка очень похожи. Вот, к примеру, Америка – 7 букв. Полтава тоже 7 букв. Население Америки составляет 325 миллионов человек. В Полтаве тоже 325 тысяч. Средняя заработная плата в США составляет 3000 долларов. И в Полтаве тоже. Люди мечтают о такой жизни. К празднованию Дня Америки лучше всего подготовились полтавские госочреждения. Ведь на протяжении уже 10 лет взятки тут берутся исключительно в долларах. Также преподаватели учебных учреждений прослушают лекцию об инновациях в системе учебного процесса на английском. Ну, прослушат они, прослушают. А вот поймут ли. Сегодня к нам приезжает американская группа Old Great Goose. Давайте посмотрим, как же гостей встречают у нас в Полтаве. Как вы видите, их встречают у нас с хлебом и с солью. Будем надеяться, что когда мы приедем в Америку, нас будут встречать с гамбургерами и картошечкой фри. А сейчас мы бы хотели задать несколько вопросов плотавчанам, чтобы узнать, насколько они готовы к празднованию Дня Америки. Такой вопрос. Вы можете сказать что-нибудь на американском? Нет. Не знаю американский язык. Только английский. Так, слышала и все. А вы можете сказать алкоголик, наркоман и проститутка только на английском? Нет, мы не знаем. Вы знаете, сегодня в Полтаве отмечают Дни Америки. Вы можете сказать что-нибудь на американском? EA Sport to the game. EA Sport to the game. А что если... Hello. I'm sorry. Do you know that today in Полтава celebrate the day of America? Do you know something about it? Что? 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 Certainly I know about the days of the United States in our native town, Полтава. And I think that it's very important event because it's a great country. It's so interesting to know more about the country, people and certainly so great country with so vast territory with a rich history and certainly multicultural society. I think it's really worth to know and see and especially communicate with native speakers with real Americans and to learn more about their country. Are you satisfied with my answer? Что? Ну что ж, вот и закончились Дни Америки в Полтаве. Специально для Чиста Ньюс Иван Ксинджук и Денис Хартбрэд. Кто? Твердо хлеб. Спасибо, Полтава. Мы продолжаем. Житель Татарстана заказал в соцсети iPhone 5s, а получил по почте банку паштета. Вот так сказать, программа импорт-замещение в действии. Наверняка не так сильно расстроился другой покупатель, который заказал в интернете банку паштета, а получил новый iPhone. По словам несостоявшегося обладателя iPhone, он рад, что не заказал еще и селфи-палку, потому что выглядела бы она примерно вот так. Во всем нужно искать плюсы. Во-первых, в отличие от iPhone, банка паштета не устареет в течение трех лет, через год не выйдет улучшенная банка паштет S, а девушка никогда не скажет дорогой, купи мне точно такой же паштет на 8 марта. Еще раз добрый вечер в эфире Чиста Ньюз, программа, в которой любая новость может прозвучать как хорошая. У нас новости спорта. Китайский комментатор уснул во время матча Реал Мадрид ПСЖ. После этого комментатор был уволен, хотя по словам футбольных фанатов храп был самым точным комментарием к происходящему. Остается только жалеть, что комментируя матчи украинской премьер-лиги периодически не засыпает комментатор Виктор Леоненко, ведь его случай иногда лучше храпеть, чем, ну, говорить. А сейчас пришло время нашего традиционного хит-парада неудачников. Итак, на третьем месте сегодня выпивший парень, решивший перекусить. Да, закусывать нужно было раньше. На втором месте мастер парковки самолетов. Ну а побеждает сегодня нагловатый автолюбитель, который буквально за пять секунд успел и оскорбить, и насмешить водителя попутной машины. Спасибо нашим участникам. Желаем им удачи, она им явно не помешает. На сегодня новостей больше нет, программа Чиста Ньюз желает вам мирного неба над головой и родной земли под ногами. Встретимся с вами завтра вечером сразу после выпуска ТСМ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова